Уважаемые коллеги, я хотела бы также коротко проинформировать вас о ситуации в нашем регионе, регионе Южного Кавказа. Как вам известно, в 2020 году, после 44-дневной Отечественной войны, положившей конец 30-летней оккупации Армении, 20% международно признана территорией Азербайджана, именно Азербайджан выступил с инициативой подписания с Арменией мирного договора, основанного на принципах международного права. С тех пор прошло три года. Признав на словах Карабах территорию Азербайджана, Армения, к сожалению, в течение этих трех лет занималась политическими и военными провокациями. Она не только не вывела свои вооруженные силы с территории Карабахского региона Азербайджана, нарушив тем самым обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, но и продолжала осуществлять переброску туда оружия, боеприпасов и военных. Вдобавок заложено во время оккупации минов, а их число более миллиона, Армения также продолжала минировать уже освобожденные территории. 2 сентября этого года премьер-министр Армении поздравил созданной самой Арменией на законных территориях Азербайджана и активно поддерживаемый ею сепаратистский режим с днем так называемой независимости. А 9 сентября этим незаконным образованием были проведены так называемые президентские выборы на территории Азербайджана. Эти факты явились очередными провокационными шагами, направленными против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. 19 сентября 2023 года от взрывов мин, о которых я уже говорила, погибли 6 гражданских лиц и сотрудники полиции. Это были очередные жертвы минного террора. В общей сложности после войны от взрывов мин погибло и было ранено около 340 людей. После событий 19 сентября Азербайджан провел антитеррористические мероприятия локального характера с целью восстановления своего конституционного строя и нейтрализации незаконных вооруженных формирований. В результате антитеррористических мер, проведенных в течение 23 часов, армянская армия в Карабахе была полностью разоружена. Азербайджан положил конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе и полностью восстановил суверенитет на своей международной признанной территории. Хочу особо подчихнуть, что Азербайджан действовал в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Также хочу особо отметить, что никакого ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре в результате антитеррористических мероприятий нанесено не было. Не было также ни одного факта так называемых этнических чисток, ни одного факта насильственного переселения армян из Карабаха. Это подтвердили представители миссии Организации Объединенных Наций, дважды посетившие регион. Уважаемые коллеги, несмотря на эти очевидные факты, Армения все еще продолжает настойчиво вводить международное сообщество заблуждения на основе ложных и необоснованных обвинений в адрес Азербайджана. Также упорно распространяется и ложная информация о якобы угрозе со стороны Азербайджана и его желании захватить территорию Армении. Все это является ложью. Уважаемые коллеги, сегодня в Карабахском регионе, кстати, у нас нет территории под названием Нагорный Карабах, у нас есть Карабахский регион. Так вот, в Карабахе, сегодня на освобожденных от армянской оккупации территориях, Азербайджан активно продолжает широкомасштабные строительные и восстановительные работы. В рамках реализации программы «Великое возвращение» в города Лачины и Физулии, а также в ряд сел уже возвратились бывшие вынуждены переселенцы. До конца 2026 года предусматривается возвращение в Карабах и восточный Зенгизур более 140 тысяч человек. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в настоящее время в регионе имеются хорошие возможности для мирной повестки. Президент Азербайджанской республики господин Илхамалиев не раз подчеркивал, что Азербайджан поддерживает нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией. Благодарю за внимание.